Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, куда можно? Доходят средства далеко не до всех. В основном всяческие преференции получает бизнес-элита. Квази-государственный сектор, крупные холдинги и компании, проверенные игроки. Иногда нечестным путем. Как же быть коммерческим представителем среднего звена? Будем разбираться. Меня зовут Артем Петров. Это СтопКоррупция. Здравствуйте. Финансовая поддержка со стороны государства, в том числе выделение субсидий, идут в основном на развитие крупных производств, говорят мажелесмены. Это чаще всего бизнес-гиганты, нацелены на экспорт. А вот малые и средние предприятия, чья продукция идет местному потребителю, государство будто бы обходит стороной. Отсюда у нас колоссальная импортозависимость и высокая инфляция, считают депутаты. В целом государственная политика в отношении развития частной предприятий, она достаточно, как сказать, несбалансированная, мягко говоря, грубо говоря, кривая. Во-первых, у нас полное засилие государственного сектора, квази-госсектора. Проблема в том, что в отношении государственной части экономики, в отношении роли госзаказа, государственных тендеров, в отношении банковской политики, очень много вопросов выстроено так, что они ущемляют интересы частного предпринимательства. Очень много направлено либо на квази-госсектора предприятия, у них все преимущества. И финансирование практически неограниченное, и бесконтрольное во многом. И полномочия административные, где они выдавливают своих конкурентов из частного предпринимательства. Например, возьмем Атераускую область. Предприниматели, занимающиеся продажей жиженного газа на автозаправках, оказались в долговой яме. Не хватало сырья для реализации. Как результат, появились просрочки по кредитам и проблемы с налоговой. Обращались за помощью к уполномоченным органам, но помощи не дождались. Основные выявленные коррупционные риски являются отсутствие цифровизации, то есть участие человеческого фактора. А именно, сотрудниками управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства распределение газа производится вручную. Кроме того, установлены факты выдачи жиженного нефтяного газа недобросовестным участникам, субъектам предпринимательства. Также установлены коррупционные риски при информировании субъекта предпринимательства о выделении жиженного газа. В ходе проведенного результатов антикоррупционного мониторинга, совместно с региональной палатой предпринимательства, а также управлением энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства, 27 субъектам предпринимательства выделены дополнительные объемы в количестве 996 тонн. В связи с чем защищены права 27 субъектов предпринимательства. Отечественным предпринимателям сложно в нынешних условиях вести честную игру. В стране вместо рыночной экономики орудуют монополисты, считают депутаты. То есть чиновники сами решают, какому именно сектору бизнеса выделять субсидии и гранты. Раз основная поддержка идет к вази-госкомпаниям, то владельцам малых предприятиям остается платить коррупционной монетой, вести незаконные схемы бизнеса и обходить налоги. Чтобы участвовать в госзакупках, хоть что-то получать. Какой бизнес сегодня вжать? Тот около Акимов, тот около квази-госкомпаний, тот где-то встроился вот в такие системы. А кто работает на чистом рынке, они доходят до какого-то потолка, а дальше они растут. А у нас мы для малого бизнеса преференции, для крутого бизнеса преференции, а средний бизнес выпал. Мы разобили, и мы сегодня пожинаем плоды вот такого с одной стороны избирателям, с другой стороны безответства в отношении к предпринимательству. Поговорим еще об одном бюрократическом якоре. Кредитная финансовая политика. Она направлена, скажем так, под видом борьбы с инфляцией, успокаивает в Национальной банке. Но вот закрученные базовые ставки приводят к тому, что займы для предпринимателей становятся бесполезны. Что такое кредит 20-20%? Это значит, что инвестиции невозможны. При таких кредитах можно только перепродавать. При таких кредитах можно только чужие товары покупать и здесь продать. Произвести что-то при 23% ты не сможешь. Это нереально. Поэтому у нас вот и инфляция, как раз банк с одной стороны, как нацбанк вроде как борется с инфляцией, фактически он порождает эту инфляцию своей кривой политикой. Ну и о чем говорил президент Ухаев в послании, очень важная вещь, он не первый раз об этом говорит. А мы у нас банк заберем, а нацбанк все время деньги изымает, типа он борется с инфляцией. С инфляцией бороться невозможно просто из-за мои деньги. Можно все деньги забрать вообще с экономикой. Что будет тогда? Это будет не экономика, это будет натуральное хозяйство. Когда люди будут менять коров, скажем, на мешок муки. Чиновники зачастую впадают в крайность, когда дело касается проверок и мониторинга бизнес-объектов. Пользуются служебным положением, оказывают давление, придумывают различные способы запугивания предпринимателей. Основным жертвой, вымогатель, жертвой коррупции является именно предприниматель. Именно их понуждают, заставляют платить, отдавать часть прибыли, делиться бизнесом. Именно у них забирают бизнес с рейдерскими захватами. Именно они специально создают препоны, чтобы они были вынуждены. Подобные проверки решили организовать для сотрудников охранного агентства в Актюбинской области. Правоохранительные органы прямо на рабочем месте, в развлекательном заведении, допрашивали охранников. Без основания требовали предъявить документы, а еще устроили обыски. Дело дошло до абсурда, рассказывают предприниматели. Проверяли документы на рабочем месте, документы, которые должны храниться в кадрах. Они требовали, чтобы они с собой носили эти документы, но это же невозможно. Были со стороны УКОД даже попытки привлечь нас к административной ответственности. Но в силу того, что мы считали, что эти действия незаконны, мы были вынуждены в судебном порядке их оспорить. Что у нас и получилось. Ну, конечно, уже дело дошло до предела, и мы вынуждены были обратиться в антикоррупционную службу. Потому что мы видели уже дальше, просто нам работать не дают. Больше в таких ситуациях страдает репутация организации. Почему? Потому что, когда мы осуществляем охранную деятельность, никакому владельцу бизнеса не понравится, что приходят люди в форме. В основном же это развлекательные учреждения. То есть приходят, беспокоят во время работы, беспокоят гостей, потому что проверяют охранников. Выяснилось, что отдел контроля охранной деятельности Департамента полиции проводит проверочные мероприятия в отношении предпринимателей, руководителей частных охранных организаций. Было вынесено решение о приостановлении данных незаконных проверок. Таким образом, антикоррупционной службой защищены права 208 предпринимателей, оказывающих услуги в сфере частной охранной деятельности. Правда, было бы несправедливо вешать ярлык коррупционера на всех госслужащих. Есть добропорядочные слуги народа, и один из них живет в Шимкенте. Работник местного суда героически устоял перед соблазном получить взятку. Был составлен протокол в порядке сокращенного производства по факту предоставления физическим лицом незаконного материального возрождения в виде 5000 тенгей секретарию судебного заседания. Деньги были переданы за ускорение оформления документов по гражданскому делу о взыскании неустойки. Необходимо отметить, что по данному инциденту госслужащая незамедлительно сообщила по данному факту своему непосредственному руководителю. В итоге гражданка, передавшая подарок, всю свою вину признала и была оштрафована на сумму 345 тысяч тенге согласно статье 676 Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан. В начале этого года антикоррупционная служба запустила проект «Дорога бизнесу». Его цель – максимально защитить и упростить деятельность честных предпринимателей. Мира направлена на борьбу с бюрократией и пресечь несправедливые, а порой и незаконные решения чиновников. С момента запуска программы помощь оказали уже тысячам представителей малого и среднего бизнеса. Самые частые вопросы, с которыми обращаются предприниматели – это земельные отношения и подключение к инфраструктуре. Проект «Полезный», говорят депутаты, но он скорее устраняет последствия, а не проблему. Поэтому вот эта программа антикора, она важная, надо поддерживать. Но она не должна быть основной, она должна быть дополнением. Основные инструменты борьбы с коррупцией все-таки лежат в плоскости государственной экономической политики. Не именно антикоррупционной, а именно экономической политики. Когда платить налоги, будет выгоднее, чем не платить. Когда выполнять те же таможеные пошли, будет спокойнее, чем отдавать взятку кому-то. Когда твое положение на рынке не будет зависеть от твоих отношений с нацкомпанией или с Акиматом. А когда ты можешь зарабатывать честно и никому в ножки не кланяться. Сложилось мнение, что противодействие коррупции – это прерогатива антикора. На самом же деле это обязанность каждого из нас – предпринимателей, госорганов и общества в целом. Борьбу с коррупцией и бюрократией нужно вести на системном уровне. А пока напомним, что если вы занимаетесь бизнесом и столкнулись с подобными препятствиями, вам нужно позвонить на горячую линию 1424. С вами был Артем Петров. Увидимся в следующих выпусках.